Так, хорошо, Сереж, по приманкам, в принципе, более-менее в голове что-то укладывается. Но у меня к тебе следующий вопрос. Приманки, это, конечно, хорошо, но какая нам нужна снасть, чтобы проводить ту или иную класс приманки, о котором мы поговорили. То есть ты называешь веса, у тригона было 28 грамм, то есть он очень тяжелый. Плюс течение еще, это нагрузка же бешеная. Вот крэнки, Москва Дип 4+, тоже бешеная, создает сопротивление на бланках и вообще при проводке. Какое удилище? Подробности прям. Построю, длина, отрезок. Однозначно для полного кайфа ловли этими приманками, для получения прям удовольствия, и чтобы потом это все вспоминалось, под каждую приманку должна быть определенная снасть. А, наверное, начнем все-таки с рывковых приманок, раз уж мы с них начинали. Рывковые приманки. Первое, первое, самое главное, о чем следует помнить. Если выбирать между двумя главными производителями катушек, которыми я, в частности, ловлю дайвы и шиманы, то на рывковые приманки нам нужно, я считаю, брать дайву. Не нужно твичить шимановской катушкой. Вопрос намотки лески. То есть дайва мотает крест-накрест, шиманы мотает по-разному. Иногда шимановская при намотке просто леска зависает и происходит отстреливание. То есть оно попадает. Ну, то есть это самое главное правило, которое для начинающих нужно знать. И пытаться, ну, понятно, что есть куча разных производителей, аналогов, катушек и так далее, но нужна намотка крест-накрест. То есть нужна очень хорошая намотка лески. Дальше. Палка должна быть жесткая. То есть, ну, по-моему. То есть, учитывая, что ловлю большими воблерами и твичу на достаточно приличной глубине, там у меня иногда прям вот удар вот такой идет, ну, очень мощный. То есть иногда это работает. Иногда резко, иногда слабенько, иногда там с большой амплитудой, иногда не с большой. То есть там максимум размер палки, который я отвечу, это 76-я. Ну, 77-я может быть максимум. Но в среднем стараюсь ловить где-то это семерки плюс-минус 69-я, 70-я, 71-я. А, метрическая система, это соответственно? Ну, это в районе от 2-х, там, скажем, до 2-20. Ну, условно. 2-2-20. 2-10. Самая оптимальная 2-10, наверное. Ну, вот примерно. То есть палка должна быть короткой, стоя в лодке, ты должен вниз ее спокойно продергивать. Не вбок, не вверх, а именно вниз. То есть, вот, палка должна быть сухая, должна, и тест палки должен быть подобраны таким образом, чтобы, ударяя под натянутой лески, воблер сделал, ну, ты его должен продергнуть. Он должен сделать определенное движение. То есть он не должен зависнуть, палка не должна прогнуться. То есть воблер должен идти. Хорошо, воблер у нас весит 16 грамм, к примеру. Какую палочку с тестом тогда надо? Разные производители делают разные палки и подбирают разные тесты. Есть производители, которые делают тест твичевых палок именно для твича. Они пишут не по весу джигового грузила, а по весу воблера и по его упористости. Поэтому, вполне вероятно, чтобы для, ну, вот, например, у палок на стрим, которым я ловлю, для того, чтобы продергнуть вот такую приманочку, Балисон или там, Москват, достаточно теста до унции. До 28 грамм. То есть это не те палки, которые могут кидать, ну, возьми другого производителя палку и там, возьми с тестом до 28 грамм, ты не продернешь такой воблер. Слишком слабенькие? Слишком слабенькие, да. То есть они рассчитаны немножко по-другому. Просто у каждой производителя, у каждой производителя. А в среднем, вот для таких 130-х воблеров, наверное, тест у разных производителей должен быть там где-то в районе 35 грамм. Но это по моему опыту. Вот. Иногда твичу Балисон даже 2-хунцов спиннингом. Когда совсем хочется там резко дергать, иногда так делаю. Но по версии нострима можно взять 28 или 35. Вот, опять же, исходя из тех спиннингов, которые я в последнее время ловлю, это ностримы, если мой любимый спиннинг вообще, говорит, динамика F1. Это модель старая? Это совсем старая модель. У меня там семерочка длина, тест до 38 грамм. То есть это вот мой любимый спиннинг, он вообще совершенно неубиваемый. Из динамика 3 мне достаточно было унции. Ну, там он и был до унции самый большой, до 28 грамм. Но в этом году появилась совершенно новая коллекция. Я тестовыми образцами ловил. Это Asgard Collection. У них есть новая серия Skalt. Ну, вообще Asgard Collection это новая, скажем так, коллекция, стоящая из 4 серий. Одна из серий Skalt. Это топовые твичевые палки. А если кто им ловит, то к ним обязательно возвращаются. То есть пока им ловят мало, потому что они вот только-только появились в России, на российском рынке. Но я себе взял лунцовую и 35 граммовый. То есть вот это мои основные спиннинги, которыми я буду включить вот эти вот приманки. А, Сереж, еще ты не поменял про строй. Строй спиннинга какой должен быть? Длина, тест, понятно. Модели мы слышали. А строй спиннинга? Ну, строй. Характеристика работы на вываживание и работа при забросе. То есть вот это следует. Как на забросе? Как это должно быть? Ну, ты должен забрасывать. То есть приманка должна нормально лететь. Если ты лапшой бросишь, ты в облево просто не забратишь. Он провиснет, прогнется, не полетит, не полетит не точно. Соответственно, если он будет совсем дубина, то ты опять же не забратишь точно. То есть вот такой, фастовый такой вариант. Так, понятно. Следующий момент, Сереж, давай перейдем более, так скажем, к технике и тактике. То есть мы взяли коробочку с приманками, мы оснастились катушкой спиннингом и отправились на водоем. Вот мы выходим, берем бинокль и не видим там на наших хорских просторах, километровых, мы противоположного берега не видим. Вот как нам найти места, где нам ловить, что нам вообще делать? Ну, есть ловля по траве. Есть ловля по условно по рельефу или по бровкам, по косам. Я ловлю на бровках, на косах, либо на рельефе. То есть я по траве не ловлю. Поэтому для меня трава, она просто как бы ориентир какого-то изменения в рельефе. Вот, поэтому мы должны что? Мы должны найти перепады глубин. Как правило, это должны быть достаточно резкие перепады глубин, где кормится щука. Щука у нас кормится либо где-то на свале от травы в глубине, да, то есть она сидит под свалом, караулит проплывающую мимо рыбку и ее из засады атакует. Либо она выходит кормиться на какой-то полив, запирает там малька, может стае его долбить, может по одиночке его долбить, выгоняет на мель, там ей легче охотиться. Соответственно, либо она может стоять в какой-то, либо это искусственный рельеф, либо это какой-то растительный рельеф бывшей дерева и пникоряги. Но это то же самое, что и по краю травы. То есть она сидит там в засаде, и ты должен над этим местом провести, то есть либо пникоряжником, либо рядом с этой корягой. Соответственно, вобрер минул Работают Вот в моем понимании Это либо свал вдоль травы Волжский свал с течением Мы встаем Условно трава на 2 метра Глубина Ступенька на 4, потом ступенька на 12 Встаем на 4 метра И по касательной траве начинаем Забросы делаем по течению Забросы по течению Иногда немножко назад И перпендикулярно, но лучше вниз по течению Но очень часто клюет и назад Просто очень часто промахивается Щука, особенно осенняя щука На вот эти большие воблеры Она может при его заглублении Фоном 1,5-2 метра Может подняться с 6 метров И с удовольствием его скушит То есть она из засады поднимается Точно так же, как и с травы рыбкой выплывает Щука ее атакует, так же она этот воблер атакует С удовольствием атакует Но с 6 это осенью, как правило То есть летом все-таки На 6 метрах терпеть не стоит Ну почему? 3-4 метра То есть помельче Немножко нацеплее, помельче Немножко холоднее, поглубже уходим Либо это, допустим, полив какой-то Закоряженный Где там лес, деревьев Торчат пни Пусть там 5-6 метров глубины Пни торчат там на 3 метра 3 метра чистой воды Вот можно над этим местом смело отвечать Даже если там они на 2 метра торчат Щука обязательно поднимется В таком коряжнике какая первая Какую первую приманку ты пустишь воду? Ратлин, крэнк или? Нет, в таком диком коряжнике только миноха Туда я не запущу ни ратлин, ни крэнк В диком коряжнике Есть и какие-то отдельные коряги торчат Первая приманка, которая пойдет Это будет карта А как нам найти эти места, Сергей? То есть ты говорил по траву, понятно, да? Траву мы визуально видим И можем понимать, что там вот Трава вот где-то рядом с лавом А если у нас ничего нет Просто ни травы там, ничего Просто ровная вода Что нам как это найти? На реке это можно видеть Если нет приборов Да, сейчас, как правило, у всех есть приборы Эхолокация, навигация Там куча всяких карт готовых И куча карт, которых самому можно сделать Ты просто по реке видишь перекаты То есть видно перекаты Видно, где струя бьет Где она бьет в берег, там глубоко Где она просто ровно сечет, там мелко Соответственно, вот на каких-то перепадах Где есть какие-то там бурунчики Какие-то мутки и импы То есть есть смысл попробовать Тем не менее, все равно эхолот, как я понимаю К тому словам, это вещь обязательна Но она необходима Сейчас в современной рыбалке без эхолота просто не бывает Нужен эхолот, нужен структурскан, который видит по бокам Нужен вид вниз, даунскан Нужна хорошая навигация, чтобы запомнить эти точки То есть ты поменял Ну, обычно как, ты на новое место приходишь Вот, просто визуально Обратил внимание на какой-то там бурунчик Ты начинаешь рисовать Или ты просто на эхолоте увидел какое-то изменение Нарисовал карт Как правило, есть онлайн-навигация, которая быстро очень рисует Тут же тебе, ну, может быть, рисует не совсем красиво, не совсем точно Ты включаешь, значит, записи эхограммы Которые ты потом можешь нарисовать, как тебе угодно будет дома Вот, и начинаешь изучать участок Как только ты изучил участок, тебе уже понятно Где бровка, где коряжка Где куда, кстати? Где перепад, где какой-то микрорельеф Вот, и там, соответственно, уже принимаешь решение, как ловить Вот, поэтому вот С точки зрения воблеров минул На самом деле, это не шибко важно То есть коряги их видно Их понятно, где они находятся Какой-то затопленный лес Траву ее видно Поэтому вот Можно еще ориентироваться Вот, при ловле твича Можно ориентироваться на играющую щупу То есть периодически она в местах скопления начинает играть Вот, кстати, интересная тема Вот, скажи, а когда щука вот играет на поверхности, да? Что делать? То есть есть ли шанс поймать ее с поверхности? Либо она опускается, ее нужно ловить в толще или у дна? Что делать? У меня постоянно такие случаи возникают Я до конца не понимаю, что в таких случаях делать Ну, вообще, как бы считается, что и щука, которая играет Ну, она такая, не клюющая Но на самом деле это На самом деле это непонятно, да То есть бывают дни, когда играющая щука Начинает активно питаться мальком И тогда в этот момент незаменимы как раз вот эти минул Которыми ты можешь собрать щуку в толще воды Это очень важно Это надо пробовать обязательно То есть вот эту вот плескающую щуку надо пробовать ловить вот такими Она может, конечно, не клювать То есть в такие случаи бывает, что она просто плещется Просто играет и не клюет Так бывает Но вот как раз в этом случае нужно обязательно подобным ловить Я понял А вот еще по времени суток То есть по времени года мы, в принципе, определились Да, что там чем теплее, тем, значит, там кренки входят в роль Более универсальные ратлины вместе с минул А по времени дня То есть есть ли, так скажем, время, когда лучше клюет там окунь Когда вот именно щука, когда судак Как вот это все распределено? Ну, на самом деле, это нужно на каждом водоеме отслеживать В зависимости от сезона, от погоды Но вот по моим наблюдениям Утром и вечером однозначно лучше всего клюет судак Жерех Щука Время выхода щуки Оно везде разное Но самый крупный экземпляр однозначно лучше ловится Вот из моей практики это днем И самым высоким солнцем То есть чем выше освещение солнца, тем ловится самая крупная всегда щука Это вот по времени примерно какие рынки? Ну, время по-разному бывает от 12 до 2 Ну, наверное, так Иногда она выходит в пол-12 Иногда в 12, иногда в час, иногда в 2 То есть в зависимости от времени года Выходит она вот на свалы, на косы Или она прямо с глубины там вот сама Нет, зачем Это выходит, это активная щука, которая выходит кормиться То есть она выходит как раз в нашем, в нашем месте В Сыдраме, в Самаре То есть она выходит кормиться на поливах И выходит на кромку травы и кормиться Та щука, которая стоит там, вечно стоит около какой-то затопленной корешки На 10-15 метрах Но ее достаточно сложно соблазнить То есть это немножко другая рыба Такую рыбу тоже можно ловить Ее можно как-то пытаться раздраконить Но это совершенно немножко не так А вот еще вопрос Есть ли границы применения вот таких вот диповых вобблеров То есть можем ли мы крэнк заглубить на 20 метров с течением Либо еще что-то То есть у них есть ограничения по условиям Или же как тут все вот Ну говоря, так скажем, в каких условиях ты кинешь там ратлин В другое место ты приедешь, посмотришь, кинешь другую приманку Ну крэнк я не кину там, где он не достанет до дна Либо до какого-то препятствия на дне То есть это важно? Если я этим крэнком пытаюсь поймать щуку или судака Это важно То есть я, возможно, однозначно буду ловить крэнком там, где он не достает Жериха, головля, окуня, возможно, бьющего Но там, где я ловлю трофейную рыбу Если крэнк не заденет препятствия По моему ощущению смысла кидать его там нету Там я кину, например, ратлин Или воблер минал, который привлечет ее Соответственно, самые зиповые крэнки, которым я ловлю Но это не троллинговые крэнки, которые можно кидать в заброс Но это максимум они нарядят на 6 метров, если заглубить палку Так, крэнк крэнков 6 метров Ну есть, конечно, совсем большие Но это уже немножко не то Это уже извращение, это уже никакого удовольствия Нужна такая палка Давай сразу вот о проводке Мы ее касались в диалоге сейчас, да Но непосредственно конкретно про них говорили Вот про крэнк, да? Забросили, что дальше с ним делать? Забросим, делаем одну или две плавные потяжки Такие достаточно длинные, чтобы он резко заглубился То есть как только мы его тянем, он идет до дна Заходит на нужную глубину И дальше медленной проводкой В зависимости опять от уровня, на котором ты ловишь Ты либо спиннинг опускаешь вниз, либо чуть повыше его держишь Делаешь так, чтобы он иногда касался дна И ведешь медленно равномерно на грани срыва То есть если чуть медленнее вести Если медленнее, то он вообще перестанет играть и начнет всплываться То есть медленно идешь, когда есть какие-то колебания Можно иногда попробовать быструю проводку, но это нецелесообразно Потому что может зацепиться за препятствия И опять же рыба клюет Самое важное, что она чаще всего клюет, когда он коснулся дна Ты чуть-чуть ослабил, он всплывает Или коснулся коряжки, ослабил он всплывает В этот момент происходит поклевка Слушай, Сереж, а вот подтвичнуть его Это работает? Можно, можно подтвичнуть, сбить с игры С какой-то, да, какое-то там колебание Но, как правило, я этого не делаю Опять же, по той же самой причине То есть подвел ты его к коряжке, ты же точно не знаешь Она плюс-минус метр или полтора Ты его подтвичнул и с крючком засадил за эту коряжку Но на соревнованиях это нецелесообразно Так, про ратвинг говорил Там, где не достанет кранг, ты закинешь ратвинг Там, где не доставит кранг, а я хочу поймать рыбу, которая реагирует на эти боковые колебания Я закину ратвинг, тот или иной, большой, маленький В зависимости от рыбы, от ее предпочтений На данный момент, чем она питается Чем ближе к осени, наверное, будет поклопнее кидать Так, как ты проводишь ратвинг? Ратвинг, вот это отдельная тема Проводки ратвинг Собственно, есть у меня, так скажем, два варианта проводки Из которых второй вариант, тоже три варианта Ну, первый вариант, это обычная равномерка То есть, примерно понимаешь, насколько он заглубляется И его медленно и равномерно, опять же, на грани срыва проводишь Просто ведешь и все То есть, аналогично первая проводка, аналогично проводке кранговой Кранг, да, но не надо, чтобы он ничего задевал Просто он идет где-то в районе дна Вот, это первый вариант, это вообще самый простой вариант Вот, соответственно, второй вариант, это полуджиговый, так скажем, вариант Который, собственно, я ловлю просто тремя способами Первый способ Самый, на мой взгляд, эффективный и уловистый Мы делаем неравномерное количество оборотов И постоянно их меняем То есть, мы делаем, условно говоря, четыре оборота Сделали медленно Подождали, пока упадет Можно сделать палузу, можно делать, пока упадет на дно Ну, полуджиговый вариант Потом делаем два оборота, опять же, медленно Ждем, пока упадет Потом можем сделать шесть оборотов Один оборот И вот эта неравномерная проводка Иногда она вызывает интерес у хищника Особенно, если хищник не активен Вот, на мой взгляд, это самая эффективная на сегодня проводка Но, в частности, вот с этим, например, с этой приманкой Нужно еще обязательно паузу все-таки иногда делать С обычными, которые без грузов Не нужно делать сильную паузу Упало на дно, дальше медленно начинаем вращать Следующий вариант проводки Это равномерная Мы посчитали, вот с друзьями Ну, по-разному пробовали У нас мы сошлись на том, что оптимально три оборота Три оборота паузы Три медленных оборота пауза Джиговая классика Ну, в общем, да Ну, джиговая классика, например, у кого-то два У кого-то три У кого-то там, да В зависимости от катушки, от намотки, там, лески и так далее Но вот мы посчитали, что при том моменте, когда мы джигом ловим два оборота пауза Вот таким рэтеном будем ловить три оборота пауза И третий вариант, который часто очень работает Это не подмотка катушкой, а это протяжки спиннингом Особенно на сильном течении Чтобы контролировать приманку То есть мы делаем протяжку И начинаем медленно подматывать и отдавать спиннинг вниз по течению Это если очень сильное течение, если достаточно упористый ратлинг Потому что, сделав даже два оборота, ты очень долго будешь ждать, пока он упадет Я просто понимаю, что это все, при вот таких манипуляциях, что получается? Мы делаем подтяжку, ратлин пошел ускоренно вперед Ты делаешь оттяжку и он начинает, получается, назад вот так вот Он вниз-назад начинает вот так вот сыпаться Вниз-назад Назад не сильно далеко, но все равно Он сыпется, ой Острые крючки? Да, боковые колебания и вот так назад уходит В этот момент рыба, которая стоит вот так вот Против течения мордой, он ей, по сути, прям морду заплывает Так, которая не среагировала Вот, кстати, по направлениям заброса С ратлинами и минноу ты говорил, что лучше кидать по течению Ой, вернее, с кренками и с минноу С ратлинами то же самое? Ну, вообще нет Я про кренки говорил Про кренки не говорю Про кренки я ловлю поперек косы Крендами стараюсь поперек течения кидать Ратлины, ну, вверх по течению вообще нецелесообразно кидать Поперек по течению кидать можно, но не сильно Парусные ратлины, у которых небольшая Вообще, чаще всего кидаешь по касателю низ по течению То есть, вот такими диповыми, совсем, такими тяжелыми Ловим все равно, как джигом, стараемся низ по течению И у них есть, опять же, повторюсь, большая, так скажем, проблема То, что они подцепляются крючками И если ты кидаешь поперек течения, вот чаще, как раз Даже после заброса, крючок может за леску задевать Поэтому лучше все-таки составляющие, которые низ по течению Давай немножко еще поподробнее по ночной ловле судака То есть, дневное время, щуку, окунь, в принципе, более-менее понятно А вот по такой скрытой теме ночной судак В плане вот твоих постановок лодки и выбора места Куда ты, где ты ночью его ловишь? Опять же, это можем сказать, что судака я ловил ночью там, где я днем ловлю щуку А это косы затопленные, это затопленные какие-то поливы, которые там шириной большой Там, где есть пенсии И эти места, они должны быть с выходом на какое-то русло Вот, например, у нас в Сызране 4 русла, 4 реки до затопления было И, соответственно, есть 8 берегов И часть из этих берегов выходит как раз на такие места То есть, на косе может быть 2 метра, может быть 3, может быть 4, может быть 5, может быть даже 6 Кстати, вот один товарищ мне рассказывал, что даже на 9 метрах на затопленном лесу Он ловил у нас судака Воблером с заглублением полтора метра Но, на самом деле, это нечасто То есть, он поднимается с 9 метров на полтора И там жрет малька Это же насколько он должен быть активен и голоден, чтобы с такой глубины пойдет Ну, на самом деле, судак уникальная рыба Я на Онежском озере поймал судака с 20 метров глубины Там даже 20 с плюсом было На Воблером с заглублением полтора метра На Онежском озере вот такой судак Чудеса простых Да, то есть, судак, он вот может подниматься Если он там каким-то образом, он там, как выдал Скажи, это бывает раз в сто лет Или это там каждый вторник Да, Одежском озере было один раз, и вот удалось поймать А вообще, как бы, ну вот, классика Жанна, как мы его 4-5 метров, пеньки на метр Мы встаем, пеньки от нас ниже по течению Делаем заброс вниз прямо на эти пеньки И здесь самое главное, что происходит Ну, то есть, вот мы забрасываем А вот здесь от нас в двух-трех метрах Ну, может быть, там в пяти, не больше Свал, там глубина 12 метров Вот как раз с этих 12 метров Судак ночью выходит на полив покушать Туда заходит лещ, туда заходит всякая бель И вот он у нее там начинает кушать Понятно, что он плюет не всю ночь Но пробовать можно, экспериментировать по-разному То есть, если ты, вот, например, в этом сезоне У полного времени выхода, оно примерно не меняется Там зависит достаточно сильно от луны Вот у нас лучше полнолуние клюет Когда луна большая Ну, не знаю А по времени? Вот у нас полная луна, а время какая? По времени, по времени очень классно Ну, вот, если сейчас вечерняя ловля Например, солнце на горизонте Садится за берег Начинаются поклёвки на джиг Солнце село, стало смеркаться Сейчас не клюет Вот прям уже почти темно Он начинает выходить на мель Начинает клевать и на глубине, и уже на поливе Это где-то время 10 часов вот сегодня В 10 В 10 перестает клевать В 15 минут 10-20 минут 10 начинает клевать В 10 он уже зашел на мель и перестает клевать Где-то в 11 Ну, без каких-то минут 11 до 12 Вот где-то есть выход Дальше до утра Ну, очень тяжело То есть, получается, два по факту пика таких полчасовых, часовых И утром Перед рассветом И когда чуть-чуть забрежет рассвет Прям вот еще темно-темно перед рассветом И чуть-чуть рассвет забрежет Вот 4 за ночь выхода Как правило, бывает Но всю ночь тяжело стоять Не очень интересно Два вечерних выхода застал Или два утренних Утром приехал на рыбалку Ты встаешь Соответственно, бросаешь вниз Самое главное Сдаю секрет То есть, ты бросаешь И на медленной-медленной Равномерной проводке Начинаешь вращать вобран На медленной-медленной Прямо вот Прямо на грани срыва Он на самом деле клюет Но мы это даже не всегда ощущаем Спиннинг здесь должен быть очень чуйки Здесь Должен быть спиннинг Скажем так Ну, ты должен на грани Почти с верхним тестом бросать Чтобы была максимальная чувствительность Очень чувствительный спиннинг должен быть Лучше длинный Лучше достаточно длинный спиннинг Чтобы можно было забросить Ведешь И поклевочка Она прям такая Так Чуть-чуть Ты даже В первые раза Я даже не понимал, что это поклевки Я сразу там подсекал Или там что-то делал Рывком куда-то Не пойдет Не подсечешь То есть Самое главное Не дернусь Дальше вращаешь Серпим 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 Как правило Терпеть недолго уже И вот в какой-то момент У тебя поклевочка Так Тык-тык Уже два раза Все равно терпим Он иногда засекается Иногда ты даже можешь подсечь его Но как правило Не подсекешь И вот где-то ближе к лодке Как правило Уже следует Либо мощная поклевка Либо мощная подтяжка Вот здесь уже надо подсекать То есть надо подсекать Только когда мощная поклевка Не надо реагировать Вот на эти тычки Он просто отойдет Ребята у нас ныряли С оборудованием Смотрели Как это все происходит Он просто встает И идет за углом Как щука, да? Получается Да он просто медленно Он же медленно идет Вот так вот И идет за ним И как только происходит Какое-то изменение Вверх Как правило Поэтому около лодки Происходит поклевка Чаще всего Поэтому иногда при проводке Мы потом начали экспериментировать Можно пару раз твичнить И вот в момент твича Может сразу произойти То есть прям легонечко так Легонечко по тяжечке Такая И чуть-чуть его остановить В этот момент тоже произойдет То есть мы его равномерочкой Зазываем Он обращает внимание Делаем какой-то сбой Либо подъем у него получается И он в этот момент уже И на самом деле Судак очень Так скажем Разборчив к приманкам Даже ночью? Даже ночью И их надо подбирать Не всегда он клюет на те приманки На которые клевал накануне И наоборот То есть надо постоянно Экспериментировать То есть в обе растатель Должно быть там очень много разных А так скажем Этапы эксперимента То есть мы что Он разборчив к чему? К игре? К цвету? Скорее всего все это колебания И заглубления В зависимости от погоды От поведения малька Мы же его предсказать не можем То есть он может охотиться На той или иной глубине То есть для нас толще 5 метров воды Например И он может охотиться Как в придонном слое Там с 3,5-4 метров Так в поверхностном слое Поэтому здесь Размер Глубина заглубления Цвет Вот для меня ночью цвет вообще Никак не заморачивать по цвету Воблер Ну вот размер И еще важны колебания То есть Вот такое ощущение Что не должно быть очень таких Широких Да То есть Например Когда клюет Вот на такие воблеры На минохе Судак ночной Мы часто пробовали ловить на крэнке На крэнке очень редко клюет Иногда клюет Но очень редко То есть нужно В крэнке ночью Ну они работают Но смысл в них никакой То есть самое стабильное Я все-таки по ночью Это вот мину Крэнк ты в корягу засадил ночью Считаю, что в барву Отцеплять его уже бесполезно Мину, которые идут выше дна Конечно, в идеале Чтобы они шли где-то рядом с одном Но тогда ночью Ночью все равно нужен длинный заброс Чтобы достаточно большой участок Содержать ребер Вот Соответственно Чем он глубине Тем он летит хуже Хорошо, Сереж И еще один тебе продукционный вопрос Вот Среди вот этих четырех видов Воблеров Построй свой топ То есть от первого места То есть это та приманка Который ты Тип приманки То есть я имею ввиду Ратлин, крэнк и так далее Вот что у тебя на первом месте стоит И что на последнем Давай вот так вот сделаем Лично у тебя Твоих условий Да, слушай, Саня Ты мне, конечно Немножко Озадачил То есть ты хочешь сказать Какой из видов приманок Мне больше всего по душе Ну Или в каждой В каждой серии приманок И не в каждой серии А именно А вот именно четко Я хочу от себя Вот у меня вот на первом месте Ратлин, потом он у меня крэнк и так далее Или как это вот На первом месте у меня безлопастной ловер Ратлин На первом месте Ратлин, то есть? Он очень вариативный, да И им я ловить могу И трофейную рыбу И доловиться какой-то рыбой Которой мне не хватает И ловить ее А я еще хочу Еще и зимой Еще хочу усложнить себя Так, первое место Ратлин, да? И давай вот Теперь ты назовешь Одну Ну, из Ратлина Одну самую любимую приманку Ну, я ее уже набрал Ты называл три А вот и одну теперь Не-не-не-не Одна, конечно Вот она Отлично Приманка Однозначно самая любимая По типу у тебя первая Ратлин И по моделям из Ратлина У тебя Тенслин 8 Бомба Шикарный цвет, кстати Блестит у нас на священном Давай, второе место Второе место все-таки, наверное Это Твичевая приманка Так Все-таки это, конечно Это, конечно Макс-клад Я вижу, как твоя рука поцелула Но автоматически Но не в этом цвете А в каком? А я вам говорила Где мотив Вот он такой Шакаловский цвет фирменный Вот он похож на этот Такой-то полосочкой Вот такой вот цвет Ну, с такими Более треугольными полосочками Ну, а его, видимо, здесь нету Просто потому что ты отсюда Изобрал эти цветы Да нет, это здесь давно Их вообще мало где есть в России Так, давай, понял Третье Третье Ну, третий, понятно Чего тут говорить-то Третье, это, конечно, долгий вид Это ночной судак Это не спортивная составляющая Это такая Это уже Это релакс Это релакс На третьем месте Диповые миновы И среди них Даузвиды Даузвиды, да И четвертое Ну, четвертое Четвертое Это, понятно, что крэмки Но мой любимый крэмк Все равно Дипэкс 300 Его здесь нет К сожалению Не хотел его показать Кремки Дипэкс 300 Последний цвет Меня поразил Он цвет машинного масла Вот это вообще фантастика Я понял Сереж, вот Спасибо тебе за такой Детальнейший разговор И один из последних Опросов к тебе Обозначь, так скажем Давай подытожим с тобой Наш разговор С чего начать Начинающим в этой теме Рыболовам Чтобы как можно быстрее И успешно начать Словить рыбу Что надо? Несколько вот моментов Первый момент Дорогие друзья Это, конечно, желание То есть, это желание Достичь что-то нового Достичь какого-то совершенства В чем-то новом Первый момент Второй момент Нужно прийти в магазин Купить правильную палку Правильную катушку Подобрать правильную снасть То есть, воблеры Это расходники В первую очередь Это нужна правильная снасть Вот Ну и, собственно, дальше Просто нужно взять Несколько топовых воблеров Которые разловили уже все давно И попробовать на них ловить Лучше брать те воблеры Которые действительно От проводки не играли То есть, это либо кранки Либо, если это минохи То я рекомендую максклад Все-таки найти его где-то То есть, он сильно от проводки Как бы Либо балисонка Вот Ну и Следующий момент Нужно выходить на воду почаще Не загоняться по паинке рыбы Просто получать удовольствие От того, как ты Управляешь этой приманкой Как ты видишь эту рыбу И отпускайте рыбу, пожалуйста Ее не так много Остается Больше кайф, когда ее отпускаешь Чем в тот момент, когда ты ее ловишь Сереж, спасибо тебе За такой детальный Предметный диалог В такой очень интересной теме Которая еще, к сожалению Широко не раскрыта Но я надеюсь Друзья, посмотрев Запись нашего семинара Возможно, многие из вас Откроют какие-то новые секреты И благодаря именно тебе Сереж, мы все начнем успешно ловить На эти типы приманки И Очень хотелось бы Сереж, я знаю, что у тебя Второй этап пала Уже вот-вот наступает Лодка готова Ты сам заряжен Я уже вижу твой боевой настрой И мне бы искренне хотелось бы тебе пожелать Знаешь, что желать Да Вот Вы все знаете Вот И ты меня тоже понял Мне бы очень хотелось Чтобы ты достойно представил наш регион Ну а какие приманки у тебя сработают Собственно, ты нам потом расскажешь Я надеюсь И наша встреча Вот эта наша встреча Она будет не последней Спасибо Тебе спасибо, Сережа Друзья Если у вас есть какие-то вопросы То давайте их задавать Друзья Те, кто смотрит прямой эфир Также не стесняйтесь Если у вас остались какие-то вопросы Задавайте И мы на них, собственно, встретим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok